В студии программы «Главная тема» декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Основатель и первый главный редактор той самой независимой газеты, где вышла статья премьера. Да, совершенно верно. Добрый вечер, Виталий Туевич. Скажите, пожалуйста, ну, собственно говоря, национальный вопрос, корни его в какой все-таки сфере? В культурной, социальной или правовой, на ваш взгляд? Ну, корни его в разнообразии мира, слава богу, слава богу, кто бы ни создал наше человечество, он его создал из разных рас народов. Раньше, в те времена, для того, чтобы возникало резкое обострение национального вопроса, нужно было такой бросок на запад, бросок на восток сделать или какую-нибудь другую сторону. А сейчас, благодаря этой самой глобализации, все проблемы автоматически возникают там, где в привычные места обитания одних народов приезжают по каким-то причинам другие. Когда появляется человек другой внешности, другого менталитета, как сейчас говорят... Виталий Туевич, я не соглашусь, поскольку, в общем-то, люди-то из соседних республик появлялись, да, и в советское время, и, собственно, там, и несколько лет назад уже на постсоветском пространстве. Но вот то, о чем пишет Владимир Путин, да, в своей статье, собственно, те конфликты и та нетерпимость, скажем, это же возникло в последние годы. Во-первых, в Советском Союзе не было такого разрыва между очень богатыми, в том числе и очень богатыми регионами, и очень бедными. Это раз. Второе, миграционные потоки в Советском Союзе были большие, но они канализировались по определенным направлениям. Там Сибирь осваивалась, Дальний Восток. И, ну, мы с вами помним, вот такого количества азиатских лиц мы здесь не видели. Это воспринималось скорее, как к нам поехали в гости, мы им рады. А сейчас уже это несколько иная ситуация. Но все это смешалось вместе. Просто нужно понимать, как мне кажется, вещи очевидные, что ни одному политику в мире, ни одной политике в мире не удавалось вот этот межнациональный вопрос решить положительный навеки. Путович, даже если говорить не о каких-то культурных стандартах, если говорить элементарно о правовых нормах, вот Владимир Путин в своей статье предлагает ужесточить методы борьбы с нелегальной миграцией, с чем абсолютно согласен. Но только ли об этом речь? Нет. Только ли все зло в нелегальной миграции? Даже в легальной миграции очень много проблем. Но я... Вы меня подталкиваете на путь брутальных определений и резких формул. Нет, не чуть, просто, ну, чуть-чуть хочется конкретики. Я скажу так. Я, видимо, и вы, люди русской, православной, неважно верующим или неверующей, цивилизации и, соответственно, культуры. Это не только прочитанные книги, это вот вся система нашего воззрения и привычек и всего остального. Хорош, ислам или плохо с чьей-то точки зрения, но это другой менталитет, другая вера, другие нормы, в том числе и нормы поведения. И даже до судебной системы, особой системы судопроизводства. Так вот, если люди этой другой культуры приходят в нашу культуру, противоречия неизбежны. Теперь мы привыкли жить хорошо, стабильно, и в советское время так Москва жила лучше других на этом пространстве, и расслабились. У нас такой гедонизм, потребительское общество, и нам нужны эти пришлые люди, если так ценично выражаться, не для того, чтобы они ломали наши привычные представления, а для того, чтобы они делали ту работу, которую мы и наши дети уже не хотят делать. И за это им спасибо. Но когда выясняется, что эти люди не только подметают улицы или полы у нас дома, а претендуют на нечто большее, хотя потому что их просто много, нам это уже начинает не нравиться. И дальше начинается внутри вот этого нового сообщества борьба. Кто активнее? Можно иметь за плечами 200 лет великой русской культуры, но быть сегодня настолько пассивным, что вот это активное, пассионарное, выражаясь языком Гумилева, меньшинство придет к тебе и постепенно подчинит тебя законам и правилам своей жизни. Вот, собственно, нерв противостояния. Он неизбежен. И ты должен вот каждый минутно решать эту проблему, чтобы, ну если любви нет, то хотя бы, чтобы не было вражды. Спасибо, Виталий Тойвич.